Дмитрий Орешкин, российский политолог, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. Ну вот вместе с вами мы посмотрели сюжет. Электронные повестки обещали вручать уже этой осенью в России, но, как видим, система так и не заработала. Нужна по-прежнему бумажка, подпись и печать. Кроме того, не существует единого электронного реестра, который вот обещали депутаты. Но это все к лучшему, как говорят правозащитники. И больше шансов у молодых людей не попасть в армию, где заставят подписать контракт и отправят умирать на фронт? Ну, видите ли, мне кажется, ситуация сложнее. Система отлова населения функционирует довольно удачно. Можно скрываться, но тебя могут поймать у магазина на троллейбусной остановке, в метро, если ты живешь в крупном городе. Так что, да, можно скрываться, можно прятаться, но точно так же можно было бы прятаться и от электронных повесток. Тут одно с другим, если пересекаются, то не очень сильно. Просто проблема в другом. Проблема в том, что далеко не все готовы прятаться, умеют прятаться. Многие считают, что раз Родина позвала, значит, надо идти. А что касается электронных повесток, то эта идея изначально была нереализуема. Уже 20 лет, и даже, пожалуй, больше, пытаются создать общероссийский реестр населения. В 1995 году была внедрена система ГАЗ-выбор, государственная автоматизированная система выбора, которая, естественно, должна учитывать всех избирателей. А избиратели – это все люди старше 18 лет. Кажется совершенно очевидным, что на ее основе можно и нужно поставить единый электронный реестр населения. Не ради только службы в армии, а вообще это удобно. Например, такие вещи существуют в странах Балтии, потому что так правильнее функционировали. И не получается. Не получается по ряду причин, в том числе чиновники не хотят. Ни одна государственная структура не хочет делиться своими базами данных. Ни полиция, ни ЖЭКи, ни ГАИ, они понимают, что база данных – это источник кормления, скажем так. Ты можешь что-то кому-то продать или на кого-то как-то повлиять. Как ты только слил свою базу данных, так отдал ее государству, так ты вроде как уже теряешь к ней допуск. Соответственно, ты теряешь ресурс какой-то, который можно использовать. Это всегда очень трудно было при формировании даже базы данных избирателей. Я этим занимался с 1995 года. Ну, не то, что прямо занимался, но смотрел, как это делается, потому что смотрел, как работает газ выбора. Кроме этого, второй повод. Население очень мобильное. В своих интересах люди ездят из одного региона в другой, и всякий раз при сверке базы данных избирателей получалось примерно 10% так называемого двойного учета. Человек жил в Вологодчине, потом переехал на Псковщину. Он числится и в старом месте, и в новом месте, а на самом деле он один. И бороться с этим было чрезвычайно сложно, потому что система работает плохо. Сам человек совершенно не спешит уведомлять там органов власти, что он поменял место, жительство и так далее. Так что, я думаю, к 2025 году единый реестр населения создать не удастся. Возможно, они смогут создать единый реестр этих самых призывников. Ну, и тоже ведь, если ты живешь в деревне, ты можешь не иметь компьютера. Вот господин Луговой в вашем сюжете сказал, не ходишь в интернет, твои проблемы. Нет, это не твои проблемы, это проблемы тех самых военкоматов. Потому что появление этой электронной повестки означает, что на тебя ставят галочку в электронных системах государства. А они, как мы видим, не очень-то функционируют, пункт первый. А во-вторых, далеко не все им пользуются, пункт второй. То есть, если ты собираешься пересекать границу, то там, естественно, есть реестр. И если у тебя стоит галочка, тебя там на границе же и примут, и отдадут дяде в погонах. Или если ты хочешь покупать машину. Или если на тебя зарегистрирована там квартира или еще чего-то. Но огромное число людей в нашей стране вообще живет помимо этого. За границу отродячь не ездят, многие без паспорта существуют. А как раз это основная зона охоты военкоматов. Они же ловят не продвинутых грамотных, которые могут отбиваться, жаловаться юристам и так далее. Они ловят самых простых, темных, необразованных, пушечное мясо. Вот эти ребята как раз за границу чрезвычайно редко едут. Поэтому идея понятная, но в условиях Российской Федерации едва ли доводимая до УНО. Она будет функционировать, но как все у нас в любезном Отечестве, через одно всем известное место. Ну да, пока путинская машина ищет новых жертв для этой войны. Вот такая история. 17-летнему украинскому подростку Богдану Ермохину, который в 1922 году был вывезен в Россию из Мариуполя. Он сирота и помещен под опеку. Выдали повестку в военкомат. Информацию русской службе BBC подтвердила его официальный опекун. Богдану назначили прием в подмосковном военкомате в декабре 1923 года. Но вот тогда ему уже исполнится 18 лет. И, скорее всего, его отправят служить в российскую армию. Это так заявил опекун. Вчера Богдан обратился к президенту Украины с просьбой вернуть его домой. Знаете, вот совершенно дикая и жуткая история. И это, наверное, еще одно яркое подтверждение. Вообще, с какой целью Россия воровала и ворует украинских детей? Ну, что тут сказать, парень молодец. Я так понимаю, ему жизнь у него сложилась далеко не самым сладким образом. Он привык себя защищать. И молодец, что он не сломался. Абсолютно правильно сделал. Выбросил эту историю. Он его еще пытался бежать. Да, я еще напомню, пытался бежать. Его разворачивали на границе. То есть он такой непростой мальчишечка. Так просто его на кривой козе и не объедешь. Именно так и надо себя вести с путинской вертикалью. Потому что иначе тебя просто в мясорубку сразу направят. Он правильно вышел в паблик. И он правильно обратился к президенту Украины. И теперь это уже дело между государственного уровня. И вот в этом смысле его тихонько запихнуть головой в сапог не удастся. Так что желаю удачи. Надеюсь, что отобьется. До декабря. Потому что в декабре 18 лет. А это уже машинка, которая стрижет волосы на голове. И, соответственно, отправляет защищать любезное отечество. Скажите, ну вот, наверное, подобную участь вот эта вот машина готовила и готовит для многих украинских подростков, которых незаконно вывезли в Россию. Ну, я не знаю, как насчет украинских подростков и много ли их выведено. Я думаю, что это все-таки там десятки, максимум сотни. Но то, что она готовит эту историю для 130... Нет, детей вывезены тысячи, тысячи. Понятно. Я же имею в виду тех, кому исполнится 18 лет. Все-таки, что ни говорите. У нас есть, конечно, выдающиеся дети, типа Адама Кадырова, который там руководит службой безопасности в Чечне. Но в целом, поскольку дети у нас не все такие гениальные, в армию берут только с 18. Поэтому тех детей, даже если их, условно говоря, несколько тысяч, я не знаю сколько, далеко не все из них в том возрасте, когда их уже можно будет забрить. Так что я думаю, что десятки, ну максимум сотни студентов, потенциальных или там молодых людей. А вот 127-130 тысяч российских граждан, их точно отловят, отправят в казармы, а там их будут прессовать офицеры и старослужащие, деды, которые заставят их подписать контракт. По-хорошему, по-плохому, неважно. А раз ты уже подписал контракт, то ты уже никакой не срочник, а доброволец. И вот как раз то самое пушечное мясо. Потому что формально говоря, срочников на фронт Путин обещал не выполнять. Но Путин-то не посылать. Путин-то совлет, но дорого возьмет, это значительная часть, не большинство, но значительная часть россиян уже понимает. Но если ты подписал контракт, то здесь уже отступать некуда. Поэтому надо было бы людям 50 раз на дню повторять, не подписывай, сопротивляйся, иначе из тебя сделают фарш. Дмитрий, большой резонанс в прессе и в обществе вызвали данные нового опроса Левада-центр, согласно которому 70% россиян поддержали бы решение Путина прекратить военные действия против Украины. Вот даже вот на этой неделе. В то же время возвращать захваченные территории опрошенные скорее не хотят. 57% не поддержали бы окончание войны, если бы оно предусматривало возвращение Украине оккупированных территорий. Вот еще интересно, лишь от 4 до 6% опрошенных ображали уверенность, что все цели СВО уже достигнуты, так называемые, конечно. Как вам такой результат? Вот мы за мир, но все, что успели награбить и оккупировать, должно быть наше? Ну, абсолютно предсказуемо. Потому что у людей на голове, у большинства людей, на голове пролепипет в виде телевизора. Вот это надо хорошо понимать. То, что кажется диким для европейца, наверное, для украинца, кажется абсолютно нормальным, привычным для рядового гражданина России. Поэтому вы же ведь сами сформулировали. Если Путин скажет, что надо начинать мир, то мы поддержим 70%. При этом рейтинг поддержки самого Путина, у того же Левады, 82% в октябре был, ноябрьский еще неизвестный. При этом тех, кто против войны, вот так вот точно, где-то тридцать, ну треть примерно. То есть, общественное мнение, оно всегда противоречиво и оно всегда довольно глупое. Каждый человек отдельно, он может понимать, не понимать, с ним можно говорить, спорить. Общественное мнение – это такое вот стадное проявление. Значит, 70%, если бы Путин остановил войну, они бы это одобрили. Потому что они одобряют то, что делает Путин. А это не значит, что они против войны. Вот не надо тут заблуждаться. Среди этих 70% есть люди, наверное, так, 30-35% пунктов, то есть примерно половина, которые осознанно понимают, что война преступна, контрпродуктивна, отвратительна и так далее. Но половина, как минимум, а может быть и больше половины из этих людей, абсолютно сторонники Путина. Тут не надо заблуждаться. Поэтому, да, конечно, никто не собирается возвращать, ну, не никто, опять же. А из путинского большинства, большинство из путинского большинства не собираются возвращать эти территории, потому что они даже не говорят про территории. Они говорят, это же русские там живут, да, Донецк, Луганск, это же русские. Мы их должны защищать. Им это по телевизору говорят, они это воспринимают. Им так кажется нормальным. И Путин, им кажется, благородный защитник русских людей, которых укронацисты там, значит, всяким образом унижают. И никакой логики, никакого рационального довода эти люди не услышат. Вы можете 150 раз говорить, что русскоязычные люди в Харькове, в Одессе, в Днепре живут в Украине и чувствуют себя гораздо лучше, чем в Донецке, потому что по ним прилетает реже, так скажем. Хотя бы с этой точки зрения они чувствуют себя безопаснее. И уж точно они к Путину сейчас относятся в абсолютном большинстве как к преступнику, отморозку и так далее. Кем он на самом деле является. Но в России люди живут в другом информационном пространстве. И для них Путин защитник. Поэтому, да, было бы хорошо кончить войну, конечно. Но если это сделает Владимир Путин, а если вот нам навяжут мир Соединенные Штаты, этот проклятый Запад, еще кто-нибудь, то, конечно, нет. И если Путин будет продолжать войну, то мы будем поддерживать Путина. Вот тут не надо заблуждаться. И, с одной стороны, не надо обольщаться, а с другой стороны, особенно нечему удивляться. Мой вывод, кстати говоря, вот какой. Когда люди ноют о том, что социология современная не работает, об этом ноет прогрессивная общественность. И говорят, что это все проплачено и так далее. Я отвечаю, что это признак непрофессионализма. Социология работает. Просто люди ведут себя совсем не так, как хотелось бы тем, кто это интерпретирует. Очень многим моим друзьям, которые против войны, даже как и я, кажется, что так не может быть, чтобы так много людей были против войны. Вернее, за войну. Вот 70% против. Но если вы копнете поглубже, оказывается, что на самом деле против войны 30-35%. А остальные за Путина. И только когда, как следует, они получают по морде, простите, пожалуйста, за такой оборот, только когда они вдруг на конкретном жизненном опыте получают извещение о том, или там мешок с телом какого-то своего знакомого. Да и то не всегда. Далеко-далеко не всегда. Но они начинают о чем-то другом думать. А очень часто, получив двухсотое тело в мешке, родители, зоны, братья, сестры радостно говорят, что он погиб за родину. Родину он там защищал. И это надолго. Вот здесь надо это понимать. Не надо за это людей осуждать, потому что они на самом деле носят в голове то, что им туда вкладывает господин Киселев, господин Путин, господин Соловьев и все остальное. А ничего кроме Соловьиного помета вложить они не могут. Поэтому мы и вы имеем дело со страной, где из 145 миллионов населения примерно 80 носят в голове соловьиный помет. Это надо воспринимать как факт. Сыновья главы Чеченской республики Ахмат, Эли и Адам были награждены высшим орденом парламента Чечни в честь Отечества. Об этом сообщил министр республики по внешним связям Ахмед Дудаев. И вот он подчеркнул, что парни являются примером для подрастающего поколения и настоящей гордостью народа. Знаете, вот после того, как Адам Кадыров жестоко избил СИЗО человека, это уже его шестой орден. Кроме того, на этой неделе он стал начальником отдела безопасности главы республики. Ну вот, видимо же, и другие сыновья подтянулись за наградами. И этот процесс не останавливается. Что они еще могут придумать? Ну, вы знаете, вы правильно говорите, не останавливается. То есть, да, нет. Когда Путин выбрал эти рельсы, которые ведут назад к советской системе ценностей, ну, те, кто поумнее, это заметили 20 лет назад. Такие люди, как я, попроще, они это заметили 15 лет назад. Многие до сих пор не заметили. Но я думаю, что все понимают, что это уже просто смешно. Это просто человечески отвратительно. Когда парень там 15 лет мордатый, лупит беззащитного человека, который в тюрьме. У любой шпаны даже есть представление, там, лежачего не бьют или еще чего-то. А здесь, значит, бьет и молодец, как сказал батюшка. А после этого он еще оказывал давление на соседние регионы, исламские. Запугивая, по-видимому, это моя интерпретация. Запугивая их тем, что если не дадут орденишка, то умма не поймет. Исламский мир России не поймет. А Кадыров себя уже довольно четко приподнял статус выразителя интересов вот этой исламской уммы. Ну и, по-видимому, региональные начальники не хотят с ним ссориться. И Татарстан, и Кабардино-Балкария, Крачево-Черкесия, по-моему, даже Дагестан. Ну, им дешевле отдать этот орден. Проблема-то в другом. На самом деле мы видим, как стремительно деградирует российская государственность. Потому что то, что делает Кадыров, это совершенно очевидное восстановление родоплеменной системы отношений. Кадыровский клан, он контролирует все. От безопасности до культуры. Удивительно талантливые дети у Кадырова выросли. Они там ведают и воспитание молодежи, они заботятся о женщинах, они обеспечивают безопасность и так далее. И это все просто средневековье. И, в общем-то, значительная часть людей это понимает, но, естественно, сказать, уже боится. Потому что ведь приедут эти ребята орденоносные и чего-нибудь с тобой сделают. И им ничего не будет, потому что их не найдут. Нет, им будет за это еще один орден, наверняка. Не исключено, да. Но, во всяком случае, когда было господину Бострекину предъявление о том, что, смотрите, человек бьет заключенного. Это как, по правилам? Он сказал, нет, не по правилам, но Адам Кадыров не находится в возрасте уголовной ответственности. Мальчику только 15 лет. Поэтому ему предъявить уголовные обвинения нельзя. А орден дать можно. И назначить там руководителем отдела службы безопасности. И, соответственно говоря, вся эта вот стогла, которая выросла вокруг Кадырова, она прекрасно понимает, что законы Российской Федерации не действуют, а действует воля Кадырова. А это и есть советские рельсы, это и есть откат назад к Средневековью. Ведь в советские времена, простите, буквально еще две фразы, как норма использовались такие слова, как отец народов, вождь, родина-мать, народы-братья-республики-сестры. Это же терминология родоплеменной общности. Об этом никто не думал. Это воспринималось как вот норма. Но представьте себе, что Байдена назовут там вождем американского народа. Вождь – это для дикарей между нами, говоря. Представьте, что про Байдена скажут спикеры парламента. Есть Байден, есть Америка. Нет Байдена, нет Америки. А про Путина так говорят. И это характеризует то состояние общественного мнения, в которое путинская банда завела эту, в общем-то, не самую дикую страну в прежние времена. Я имею в виду там прошлые времена, когда были выдающиеся писатели в России, музыканты, ученые и так далее. А сейчас, ну что, токсичное болото, источающее миазмы и убивающее людей, по всему прочему. Спасибо огромное. Спасибо за эту интересную и содержательную беседу. Всегда рады видеть вас в эфире «Фридема». А зрителям, напомню, Дмитрий Орешкин, российский политолог, был в нашем эфире. Спасибо. Спасибо вам. Удачи и победы.